В этом году исполняется 140 лет с момента коронации предпоследнего российского императора Александра Третьего, вошедшего в историю нашей страны как царь-миротворец. А еще он известен как примерный семьянин. И когда речь касается императорской семьи, то здесь мы должны вспомнить еще одного члена этой семьи. Супругу императора Марию Федоровну, датскую принцессу на русском престоле. Именно Гатчинский дворец больше всего связан с биографией императрицы Марии Федоровны. Я предлагаю знать об этом подробнее. Мария Федоровна, тогда еще цесаревна, великая княгиня, здесь в Гатчине встретилась со своим мужем, великим князем Александром Александровичем, после того, как он вернулся с русско-турецкой войны 1877-1878 годов. То есть в 1878 году они здесь после долгой разлуки встретились. Изначально ведь Мария Федоровна не должна была стать супругой того, кто стал Александром III. Сначала она была помолвлена со старшим братом Александра Александровича, цесаревичем Николаем Александровичем, который должен был стать императором. Сыном Александра II. Сыном Александра II. На этом стоял император, императорская семья. Да, Александр был в то время влюблен в другую даму, княгиню Мещерскую. Но отец хотел видеть принцессу Дагмар, будущей цесаревной. И еще в Ницце Александр Александрович дал первое согласие. Но с учетом того, какие он эмоции переживал, ему, наверное, было не до таких мыслей тогда, когда умер его любимый брат и лучший друг. Семья была в трауре. Когда он после похорона Николая Александровича уже пришел в себя, он, конечно, об этих словах пожалел. Датский королевский двор. Было интересно его мнение по поводу того, что принцесса Мария, дочь датского короля, вот перешла от одного брата к другому? Ну, конечно. Будущая императрица Российской империи, как ни крути. То есть они не протестовали? Нет, протестов не было. Я знаю то, что Мария Федоровна была еще та модница. Я думаю, что как раз тот зал, в котором мы оказались, здесь он мощно передает то увлечение моды, тем более, что она задавала тренды. Ну, можно и так сказать, что она приносила в свои наряды какие-то свои вкусовые предпочтения, цвета, которые она любила. Мы можем поговорить еще об одном увлечении императрицы Марии Федоровны, причем не только ее, но и самого Александра Третьего. Они же обожали, прям фанатично обожали коллекционировать фарфор. Да, они коллекционировали фарфор, керамику различную, живопись. Здесь, конечно, фигурки представлены для того, чтобы... Зал называется императрица. И хотелось показать Российскую империю на тот период. И по карте, чтобы люди представили себе, насколько были большие объемы. А эти фигурки как раз и олицетворяют многонациональность. Гатчину мы можем смело назвать ее любимым местом. Или не факт? Ну, я считаю, что да. Можно назвать любым местом. Сначала, поначалу она была не очень рада переезду. А почему, кстати? А почему? Ну, потому что она любила светскую жизнь, пышность Петербурга, балы. А Гатчина – это провинциальный город, такой дачный. И, конечно, здесь была тишь, благодать. Не развернешься. Не развернешься. Ну, мне кажется, еще был такой нюанс. Они спешно переезжали. И когда они приехали во дворец, он только начинал отапливаться. Вещи были еще не разобраны. Спустя буквально несколько дней она уже переменила свое мнение. И это отображено в письмах королеве Дании, ее маме. И она уже воспринимала и писала. Знаменитая цитата, которую мы используем – «Маленькие уютные каюты». А это правда то, что она в идеале владела верховой ездой? Причем сама могла управлять не просто на лошадь верхом, но еще экипажем. Вот это, по-моему, совсем какое-то новое, кажется, для императрицы. Да, она с детства была таким активным и ребенком, и активным человеком. Она следила за собой, за своей фигурой. Она каждый день делала упражнения. После завтрака, вне зависимости от погоды, она старалась выезжать на лошади.